С самого начала этой недели с 16 ноября учащихся колледжей и вузов Подмосковья перевели на дистанционное обучение. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев в целях снижения рисков распространения коронавируса. Учиться удаленно студенты будут по 29 ноября включительно. А для того, чтобы занятия на дому были максимально комфортны, нужно правильно организовать свое рабочее место. О том, как это сделать, нам рассказал врач-травматолог Центральной городской больницы Реутова Кирилл Фадин. Первое и, пожалуй, самое важное, на что следует обратить внимание, это высота рабочего стола и угол его наклона. Считается, что для того, чтобы ребенку было удобно читать, угол наклона должен быть порядка 40-45 градусов. Соответственно, для письма удобен наклон 15 градусов и для рисования или каких-то других видов деятельности лучше всего где-то порядка 5 градусов или стол должен быть горизонтальным. Один из ключевых моментов – это положение спины учащегося. Поэтому следует правильно отрегулировать высоту стула и наклон его спинки. То есть, когда ребенок сидит на стуле, угол между коленями, угол вгибания в коленном суставе должен быть порядка 90 градусов. Угол между бедром и туловищем тоже порядка 90 градусов. В идеале спинка стула должна доходить до угла лопаток. Чтобы избежать нагрузки на поясницу, врачи-ортопеды советуют использовать специальную поясничную подушку. Еще один важный фактор, который нужно учитывать при организации рабочего места – это освещение. Лампа должна находиться максимально близко к рабочему столу. Также имеет значение ребенок левша или ребенок правша. То есть, если ребенок пишет правой рукой, то источник света должен располагаться слева. Это нужно для того, чтобы тень от руки не была на зоне письма, не располагалась. Если ребенок, соответственно, левша, то источник света должен быть справа. Для того, чтобы глаза не испытывали дискомфорта, свет должен быть равномерным и мягким. И, наконец, периоды работы нужно чередовать с перерывами на отдых. Кстати, избежать переутомлений очень помогают физические упражнения. Это может быть легкая какая-то гимнастика. То есть, просто встать, подвигать руками, ногами, вдох, выдох. То есть, элементарные какие-то упражнения. Ну и желательно все-таки каждые 3-4 часа по возможности выходить на свежий воздух. Может, на балкон, может быть, просто на прогулку. Помните, неправильное положение за столом может привести не только к развитию различных заболеваний позвоночника, но и к снижению когнитивных функций. То есть, с нарушением памяти, быстрой утомляемости и, как следствие, проблемам с успеваемостью. Выполняйте правила, будьте здоровы и учитесь с удовольствием. Дарья Галакова, Елизавета Филимонова, Александр Попов, Телеканал Реутов.